началась династия с меня в восьмидесятых в конце 80-х годов после отработки как молодой специалист я вернулась в россии отрабатывала вернулась на родину и искала работу случайно встретила земляка и он мне рассказал про сельмаш и я пришла на сельмаш устраивается бухгалтером меня главная бухгалтерия направила в цех сетей подстанции работать когда начальник меня принимал он спросил как надолго я к нему пришла работать как пророчество сказала а я к вам пришла на всю жизнь свою так и получилось я в одном месте отработала 37 лет когда я вышла замуж на дела дочь вырастила и она пошла по моим стопам тот же техникум закончила и я и ту же привела на сельмаш работаю должность начальника отдела управления бухгалтерского учета как уже мама сказала пошла по ее стопам тоже захотела стать бухгалтером я пришла ногом сельмаш полюбила его и осталась здесь работать встретила свою судьбу мужа и до сих пор мы работаем на заводе мы познакомились механическом цеху на моем первом месте работы нужно тот момент там работал начальником пдб родилась наша доченька александра вот ну мы так и продолжали работать на заводе и сейчас уже когда ребенок подрос мы активно всей семьей участвуем во всех мероприятиях и спортивных это папа мама я спортивная семья в этом году мы заняли третье место вот в этом конкурсе ездим с удовольствием отдыхать наш санаторий постоянно там саша тоже много участвует в каких мероприятиях и мисс санатория и квесты патриотические ежедневно после работы когда мы уже собираемся дома естественно нам есть что обсудить что произошло за день когда во первых ты и знаешь коллег да это не какие-то посторонние люди а мы все друг друга в принципе знаем вот ну и производственные моменты где-то какими-то идеями поделиться то дома у нас происходят по вечерам так сказать мини планер очки и нам друг друга интересно слушать о работе друг друга потому что мы на одном заводе работаем и знаем родная сестра она на сильмаш и как бы никогда не работала но на преды каком сильмаш 17 лет уже работает она является членом литературного клуба родники со своим мужем вот они творческие вдохновители нашего завода вам сильмаш вдохновение и творчество и оптимист держится на них а мы им помогаем в этом мы всегда рядом мы всегда подпеваем мы всегда поддерживаем друг друга мы все праздники отмечаем вместе и у нас вот есть одна необычная традиция ну может она не настолько я еще не 40 лет но с 2009 года мы ежегодно отмечаем праздник родной деревни откуда родом мама тетя деревня синичном буду кошелевском районе и ежегодно при непосредственном участии нашей семьи наш инициатор людмила николаевна этого праздника тетя отмечается все собираемся причем собираемся не только родственники но все жители деревни которые уже даже не живут они просто приезжают в интернете объявляем это всех приглашаем вот узнаем много нового других людях это очень душевные праздники где вспоминаются наиболее старожилы деревни самые пары которые дольше прожили ну мы даже узнаем односельчанах много нового я считаю ну династии это хорошо это взаимовыручка это поддержка это сплоченность а и Редактор субтитров А.Семкин